Приветствую вас, сразу хотел бы немножечко оговориться и сказать, что мой ответ, он будет немножечко, знаете как, не то что в противовес тому, что вам уже написали коллеги, не то что мы как бы против их ответов, скорее это будет просто взгляд немножечко со стороны, понимаете в чем дело, у страхов всегда есть основа, и вы вот не написали сколько вам лет, не написали, ну не рассказали ничего о своей жизни, не рассказали ничего о своих сновидениях, о том вообще, что происходит в вашей жизни, как вы живете, ну вот, о своем детстве, ну естественно вы этого не могли, не могли никак узнать. Смотрите, существует два метода работы с тем, что люди чего-то боятся. Первый метод, он подразумевает какие-то техники, он довольно быстрый, может помочь, но потом страх может вернуться. Потому что здесь происходит работа с, ну, в обществе довольно механистическая. Есть другой подход, он более длительный, более такой продолжительный по времени, возможно более затратный для человека, да, по времени, по продолжительности, по количеству сеансов, соответственно, по усилиям, по средствам. Но, как бы, в отличии от предыдущего подхода, результат там будет не сразу. Результат там будет не сразу, он будет не такой явный, но зато он будет с вами навсегда, на всю жизнь. И вот каждый выбирает сам для себя подход. Если, например, вам нужен первый подход, если он актуален для вас, соответственно, на момент записи моего ответа, у вас уже, как бы, было два комментария и, соответственно, вы можете выбрать любого из этих комментариев. Комментариев, авторов этих комментариев и поработать с ними, используя их методику. Например, тот же психокаталис. Но, если вы выберете второй вариант, то я предлагаю вам подумать вот о чем. Не было ли у вас в детстве каких-то травм, связанных, как правило, с беспомощностью? Это очень важно, что, как правило, как правило, именно беспомощность человека приводит к тому, что он начинает бояться. То есть, когда вы поднимаетесь, когда вы в самолете, вы беспомощны, от вас ничего не зависит. И я решу предположить, что в своей жизни вы много контролируете. В своей жизни вы пытаетесь контролировать как можно больше. В своей жизни вы, может быть, осознанно или нет, это нужно еще выяснять, исследовать. Вы пытаетесь сделать так, чтобы от вас зависело как можно больше элементов, чтобы от вас зависело как можно больше аспектов. И это является основой для образования вашего страха. То есть, грубо говоря, ваш страх – это неудовлетворенная потребность в безопасности, по сути. Вы не чувствуете себя в безопасности. И понятно, что в самолете вас обуревает это чувство. Понятно, что в самолете вы чувствуете острое ощущение. Это понятно. Но только потому, что что-то выходит из-под вашего контроля. И тонкость вся в том, чтобы понять, для чего вам контроль. Знаете, потребность в безопасности, она есть у всех, у каждого. Каждый из нас стремится к этой самой безопасности. Это нормально. Нормально хотеть безопасности, нормально стремиться к ней. Но, ненормально, бояться, ненормально столь болезненно реагировать на то, что какие-то вещи выходят из-под вашего контроля. Поэтому я рекомендую вам подумать, как вы выстраиваете свою жизненную позицию. На чем вы ее основываете? Как вы ведете себя с близкими людьми? Как вы общаетесь с ним? С кем работаете? Почему? С чем занимаетесь? Как отдыхаете? Почему? Как относитесь к тому, что делаете? Знаете, данный подход предполагает общение с вами, разговор, диалог. Просто диалог, беседу. На выяснение различных аспектов вашей жизни. И в процесс этих бесед что-то вы о себе будете лучше понимать. И, однако, страх станет меньше. Пока что, бога, вы этого не сделали. Я рекомендую вам первое. Понять, чего вы боитесь. Конкретно самолета. И почему вы этого боитесь? Если это страх смерти, одно. Если это страх чего-то другого, соответственно, иное. Понимаете, какой момент здесь? А, значит... И... И... Последнее. Это... В самолете задавайте себе вопрос, связанный с тем, случилось ли то, чего вы боитесь, или нет. Просто задавайте себе этот вопрос. Спрашивайте себя, случилось ли то, чего я боюсь. Ну, на первое время вам это поможет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok